Книга пророка Варуха. Глава первая. И вслух вельмож, и сыновей царских, и вслух царейшин, и вслух всего народа от малого до большого. Всех живших в Вавилоне при реке Суд. И они плакали, и постились, и молились перед Господом. И собрали серебра, сколько было по силам каждого. И послали в Иерусалим к Иоакиму, сыну Хелке, сына Соломова, первосвященнику, и к священникам, и ко всему народу, находившемуся с ним в Иерусалиме. Когда Варух, унесенный из храма сосуды дома Господня, принял для возвращения их в землю иудейскую, в десятый день месяца Сеуала, сосуды серебряные, которые сделал Седекия, сын Иосий, царь иудейский, после того, как навуходоносор царь Вавилонский переселил из Иерусалима и Ихонию князей, и узников, и вельмож, и народ земли, и привел его в Вавилон. И говорили они, вот мы посылаем вам серебро, и купите на это серебро все сожжения и жертву за грех и ладан, и приготовьте дар, и вознесите на жертвенник Господа Бога нашего, и молитесь о жизни навуходоносора царя Вавилонского, и о жизни Валтасара сына его, чтобы дни их были, как дни неба на земле. И даст нам Господь силу и просветит глаза наши, и мы будем жить под покровом навуходоносора царя Вавилонского, и под покровом Валтасара сына его, и будем служить им много дней, и найдем милость у них. Молитесь и о нас, Господу Богу нашему, так как мы согрешили перед Господом Богом нашим, и не отвратилась от нас ярость Господа и гнев его до сего дня. И прочитайте сию книгу, которую мы посылаем вам, чтобы обнародовать в Доме Господнем в день праздничный и в дни нарочитые. И скажите, у Господа Бога нашего правда, а у нас стыд на лицах, как сегодня у всякого иудея, и у живущих в Иерусалиме, и у царей наших, и у князей наших, и у священников наших, и у пророков наших, и у отцов наших, от того, что мы согрешили перед Господом, и не покорялись Ему, и не слушали глаза Господа Бога нашего, чтобы ходить в повелениях Господа, которые Он дал перед лицом нашим. С тех пор, с того дня, в который Господь вывел отцов наших из земли египетской, до сего дня мы были непокорны перед Господом Богом нашим, и не обрегли о том, что не слушали глаза Его. Посему и постигли нас бедствие и клятва, как сегодня, которую определил Господь перед рабом своим Моисеем в тот день, в который вывел отцов наших из земли египетской, чтобы дать нам землю, текущую молоком и медом. И не слушали мы гласа Господа Бога нашего во всех словах пророков, которых Он посылал к нам, и ходили каждый по мыслям злого сердца своего, служа иным богам, совершая злые дела перед очами Господа Бога нашего. Продолжение следует... Продолжение следует...